Да, говорите, ну все, что наболело, в чем проблема и так далее. Я только в Верхове, для военных, и в больницу в больницу построил, была баня, а он переробил на амбулаторию. И человек, это уже болит, я уже очень долго. И как мы жили там, мы в Черкасской области, и жили мы там, и лекарь сказали, что вам надо поменять место жительства, потому что мы живем по 10 километров, от нас добывают ураговую руду. О, Господи, понятно. И лекарь сказали, чтобы мы поменяли место жительства в ОПГАМА, вот, задихаются, и все. Я тоже болею, мне сделали операцию, это 7 месяцев тому, у Амосова, вставили планки, я болею тоже. У нас онук тоже учится, он в университете, он это закончает на архитектуре. Дуже такой, чемненный хлопчик, все, не курить, не пьет, ничего. И он 11 лет лишился без мамы. Мы его воспитываем. И так сын жив, и все. А сын женился на женщине, у него была девочка, Инна. И она уже 13 лет, как сагинула в авто-катастрофе. И мы вот этого сына, и эту Инну воспитываем, и доглядаем, и сын, вона выучила сына лекаря. Вона сейчас прожила лекарем. И такая черненная девочка, все. И она даже перейшла на его фамилию. Изводи по бабушке. Вона говорит, не тот батько, который родил, а тот, который воспитывал. Это правильно. И так, и слушает, и все. И так, и оно. И мы стараемся всякими, стараемся побитом, чтобы нам помогли. Оце сыном, он это говорит. Я не буду жениться, оце уже 13 лет пройшло, пока я не воспитаю своих детей. Не поставлю на ноги. Ну и это мы, у нас он один. Мы працювали, я працювала у сабзаводства головным бухгалтером. Тоді працювала директором по торгівлі там у себе. И мы все, працював человек на сабзаводстве. Мы все, он у нас как один. Мы все, оце же, какие кошти, хозяйство держали, корову, и я поселюсь. И мы все кошти допомагали, чтобы он мог побудовать оцей будинок. Ну, мы побудовали оцей будинок. И я вот с человеком таке случилось, так заболел. Ну и мы, сын решил, каже, ничего не будет, давай сюда переезжайте, чтобы батько поживший. Бо мне надо помощь. Ну вот мы переезжали и працюемо тут. Элочка знает, что мы тут занимаемся, кури держим, качки, бо мы же с ней менялися, оце, качками и поросями держим. Чтобы хоть чим помогти семье, сине помогти синове. Ну и у сына была земельная дилянка, там около фермы. Ну и тоди ту земельную дилянку забрали. Пришел осенью один, якийсь, чи армян, чи грузин, не знаю, хто він. И мы там как раз были с чоловиком на какие дилянки, убирали. А він каже, убирайте, бо это уже моя земля. Ну, забрали, убрали там, что было. Забрали, открывали там, еще город там был. И они сбоку открыли кардер. Ну, а что ж, и добывали писок, и торговали все писком. Ну, а как мы сюда переезжали тільки, и мы решили, что? Это дом переписали на улыбку. А тоди поговорили и с сыном, и двоих мы посоветовали, что давай звернемося всюди, же мы, как в Чорнобильце, звернемося в Союзскую Раду, хай нам дадут такий кусочок земли, чтобы мы побудовали собі маленькую хатинку. Онок женится, мы собі будем окремо, будем жить, будем ему помогать. Ходили мы оцей 12 лет, он ходил, 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 «Нема вам земли, нема, и нема, и нема». Чужой пришел, ему сразу нашлась земля. Да. Пришла, пришла за району, что порожено, а он говорит, что у меня нет. А у меня нет. И тогда же мы, оце что, тогда весна, ну, как же нам оцей, ну, оцей тут у нас кусочек земли, а там мы гарбузи садим, посадим буряки, и мы можем держать и птицу, и все, чтобы было какого-то, ну, пішел я на сельскую раду, не цей же був, не Кудрик, а був Кременецкий. И там и другий был земноупорядчик. А он же був там земноупорядчиком, цей Кудрик. Кудрик там, робил же он, а он это. И тогда же пішел он, и нам сказали, ну, хорошо, вы видите, где там дилянка есть, подивиться, придивиться, прийдите нам, скажите, мы тут и выйдемо, и вам наделим. Ну, вот мы, вот тут вот этого шубика, да, это наша дилянка, и еще тут рядом, когда у нас Шура была, там она займает эту дилянку, там по семь соток всего, по семь соток этой земли. Бо там же от так трошки є, а тоді далі йде високовольтна лінія, туди ж не можна під нею сапою, лопатою робити, не можна. И та Шура нам посоветовала. И своим человеком, эта Шура пішла до этой дилянки, заросла бурянами, там десятки годов ей никто не займал эту землю. Только мусор тут скидали. И пішли, что там была хозяйка, мама техни, дочки, и Шура повела, мол, чоловіка, и питает, ну, то вы будете, чтобы мы вот эту дилянку не против, чтобы нам надели? Ну, она говорит, нет, она мне не нужна, займайте все, пользуйтесь, я никакой дила не могу, она мне, говорит, не нужно. И пішли в Лусийскую рату, что был кребенец, и то землимирто, и пришли, пришли депутаты, наделили нам эту землю, и говорят, пользуйтесь. А человек говорит, ну, какие же документы? А он говорит, ну, какие могут приватизации, как тут идет высоковольтная линя. У завтра поломается что-то, тут все переместят, что мы будем виноваты? Сказали, кто будет вас трогать, то вертайтесь в сельскую рату, и он говорит, что решится. Это вопрос. Ну, и вот это мы уже 12 лет ее сын газелью, две газели мусор вывезли, мы оттуда же наносили, эти бурьяни повыривали, удобрили и все, и вот это уже 12 лет мы займаем, и вот этот кудрик, вот этот кудрик, вот этот кудрик, вот этот кудрик причепился, чего вы не приватизировали, и вот эти 5 дылянок, что идет, вот этот он отделил 45 метров, вот этот у всех этих 5 нас забирает землю, а нам у цих 5 все пенсионеры, ой, ты высоковольтный, ну, то вы же забирают все, не только нашу, а тогда уже это, каже, что этот кудрик, хватит человеку, и посадишь в бедро картошки, и рядок бурятов, и хватит из тебя. Понятно, понятно. То есть это идет обычный захват, забирает и все, землю у вас, и все. А тогда я вот это же не буробанного, который мне выдав, сразу мне карту на эту землю. И эту карту у меня потом, я пришел туда в сельскую раду, что-то там не знаю, мне говорит, и где женщина, из земельного тела, схватила с меня руку эту карту, и говорит, и не отдает мне, что же не биться будучи. Ну, понятно. Я даю эту карту. Понятно. И тогда я у меня вот это хотел. И он говорит, говорит, что ты все время, вы ничего не беспокойтесь, займайте эту землю, вся земля ваша. Ну, результаты керували. А пройшли выборы, все. Уже они тоді решили, то и кудрик каже, а что ты хочешь? 32 депутати проголосовали, чтобы забрать эту землю. А я тоді, он это болит все время, а я тоди вот это ходила, два раз, потому что я вот это два рази ходила, первый раз его побачила в обличчю, кто это цей кудрик. Я тоди никогда не ходила, я его не видела. Ну понятно. И я пришла, а тоді я стою платить за світло. У коридору жінки стоять, и он не так. Бо там, як зайшло, я була, то як зайшло дві жінки, то як підняли крик, там стеля піднімалася, кричала. Добре. Ну, то уже, как говорится, дело не стосується. Вот. Давайте так, значит, ну, в принципе, все, что мне нужно было услышать, я услышал, это все записал. Вот. Значит, спасибо за информацию.